Привет! Сегодня мы с вами находимся в очень романтичном месте под названием Промзона. Посмотрите, какие тут шикарные виды открываются, какие тачечки стоят замечательные. Но это потому, что здесь цех по ремонту. Итак, Васильевский остров. Да, мы сегодня здесь. Самый большой в городе и, пожалуй, самый известный даже за его пределами. Петр I когда-то хотел на Васильевском острове, как известно, сделать центр. Но ничего не вышло. Однако попытки устроить здесь и центр, и Новый Амстердам были. Потому что были прорыты каналы по проекту Трезини, в частности, он их разрабатывал. Но это только Петр хотел перемещаться в городе по воде. А вот все остальные горожане не очень хотели. Поэтому, особенно после его смерти, эти каналы были заброшены. Забрасывали их, в общем-то, всем подряд. Ну, короче, помойка образовалась. И в итоге их ликвидировали и устроили на месте этих каналов улицы. С тех пор у нас Васильевский остров весь прорезан очень четкими параллельными линиями, которые так и называются. Улицы – это линии. У них у всех практически есть нумерация, кроме нескольких. И вот на одной из таких линий, которая имеет название Кожевиное, мы сегодня и находимся. А вообще весь этот район, ну, точнее сказать, микрорайон юго-запад Васильевского острова, который когда-то соседствовал с Галерной гаванью, назывался он Чекуши в народе. Почему Чекуши? Потому что вот эта часть Васьки, она была, скажем так, промзоной с самого момента существования города. Здесь находились и фабрики, и заводы. Ну, впоследствии и теплоэлектростанцию поставили, и Балтийский завод. В общем, много разных. И в 18-м и в 19-м веке здесь тоже была промзона. Так вот, помимо фабрик и заводов были еще и склады. На части складов хранили муку. Ну, неудивительно. А условия хранения не всегда отвечали, ну, скажем так, высоким стандартам. И человеческий фактор играл свою роль. Столбик. И наводнения постоянные. Потому что, если наводнения, то Васька самый такой затапливаемый район. Особенно вот эта часть, которая близко к заливу. И мука в амбарах этих, на складах, постоянно подмокала. Образовывалась твердая корка. Но, поскольку муку не пропадает же добру, то корку эту разбивали, чтобы далее ее реализовывать. И использовали для этого специальные деревянные колотушки, которые назывались чекушами. Вот отсюда одно из... Вот одно из названий данной местности. Ну, вторая существует теория, поскольку, опять-таки, промышленный район, много рабочих. Рабочие в свободное от работы время любят расслабляться. Либо их за хорошую работу поощряют и наливают им чекушку. Отсюда вторая теория, почему чекуши. Ну, и можно разобраться с моментом, почему же кожевенная линия так называется. За моей спиной, если пойти в ту сторону, мы дойдем к Неве. То есть, там протекает Нева. И по ту сторону Невы когда-то находились скотобойни. Эти скотобойни перенесли впоследствии на пересечение обводного канала и Московского проспекта. Там сейчас до сих пор сохранились здания этих скотобоин. Район называли быки или бычки. Ну, так вот, еще до того, когда скотобойни здесь находились рядом, то по другую сторону Невы. То есть, здесь находились в большом количестве кожевенное производство, выделка кожи. Здесь рядом находится современное пространство Брусницин Лофт. Так вот, вот это вот Брусницин происходит от фамилии Брусницин, который владел частью вот этих кожевенных заводов, располагающихся здесь. Ну, а дальнейший мой рассказ пойдет об электрификации, а точнее об истории Севкабельпорта. А, да, еще, кстати, я не сказала, что вот этот район здесь был очень, ну, скажем так, поскольку промышленный, поэтому весьма криминальный. Мало того, что здесь была инфраструктура очень, ну, скажем так, очень грустная. Вот фабрики, заводы, а дальше, дальше что? Дорог нет, сплошная грязь. Очень много всяких криминальных элементов, например, флотские дезертиры здесь проживали в этой местности. Очень было много бродячих проституток. Здесь рядом находилась вторая городская свалка, такой себе филиал горячего поля. То есть можете себе представить, в конце 19 века, ну, не совсем в последние годы, а вот во вторая половина, в городе проживало 850 тысяч жителей всего в Петербурге. Из них каждый четвертый по статистике хоть минимум раз привлекался, и каждый десятый сидел в тюрьме. Безопасно было ходить по Васильевскому острову до 17 линии. Ну, то есть там центр, стрелка, правительственные здания, кстати. Мы же все с вами помним, что от стрелки у нас там и Академия наук располагалась, и здание 12 коллегий, университет, ну и так далее. То есть там была цивилизация, но вот постепенно до 17 линии. А дальше уже вот так вот запросто гулять, ходить не рекомендовалось, потому что в этой части было все весьма с криминальной обстановочкой не очень. Так вот, в 1853 году, это как раз у нас, получается, середина 19 века. В России приезжают три брата, Вильгельм, Эрнест и Карл Симмонсы. У них был заказ правительственный, государственный. Они проложили на свое предприятие, у них было основано на родине, там в Германии, Симмонс и Гальский. У них был еще один компаньон соотечественник, Иоганн Гальский. В общем, они прокладывают линию телеграфа, причем подводную, от Зимнего дворца Варанинбаум. Николай I, который в то время царствовал, очень оценил эту работу, ему очень понравилось. Он был военный инженер и вообще мнил себя таким специалистом во всех областях, и в этой тоже. И он дал карт-бланш братьям на дальнейшее производство и вообще существование в России. Считается, что один из братьев изобрел, и точнее довел до такого достаточно совершенного рабочего состояния генератор постоянного тока и вообще изобрел понятие электротехника. В 1879 году Карл Симмонс, который на тот момент уже купец первой гильдии, покупает землю по двум сторонам кожевиной линии. Вот здесь. И основывает здесь свое производство. Симмонс и Гальски. Компания производит укли для ламп, а также, ну, собственно, телеграфный кабель, что в то время было очень востребованным и нужным. И далее начинает развиваться постепенно. Вот здесь мы с вами проходим, можно взглянуть вот в ту сторону, мы видим башенку. Это интересная такая, примечательная точка. Дело в том, что это остатки особняка. Я сейчас покажу, как он выглядел, потому что выглядел он весьма роскошно. Это особняк Мессанье. Считается, есть очень такая распространенная теория, что этот особняк, в котором Карл Симмонс и жил. То есть это типа особняк Симмонса. А вот и нет. Ну, скажем так, усадьбы, промышленники, которые владели предприятием, зачастую строили рядом со своим производством. Это логично. Но нет, конкретно этот особняк принадлежал парижанину Мессанье. Этот парижанин приехал в Петербург, да, можем перейти на ту сторону. И он производил... Так. И он производил здесь краски растительного происхождения, что тоже было очень востребовано, ну, в плане сбыта. Потом он взял себе в компаньоны еще Кюнимана и Баде. И вот вместе они занимались производством этих красок. Что интересно, после революции, когда произошла национализация, это предприятие лакокрасочное, его тоже национализировали, как и много других предприятий, но перепрофилировали. До этого оно производило краску, после этого стало производить лакрицу. А предки этого Мессанье, они почти до революции жили в России, но потом уехали в Париж. После национализации, точнее, ну, после революции, вот этот вот особняк, он стоял здесь, жил и здравствовал, так сказать. И его передали предприятию, которое образовалось на месте Симонс-Игальске, я об этом еще скажу, собственно, Северному кабельному заводу, Севкабель. И в Советском Союзе, то есть весь советский период, Севкабель владел вот этим особняком. Там были разные конторы в одно время, а потом долгое время было общежитие. Жили сотрудники, и не только им. Может быть, из-за этого, что Севкабель владел этим особняком. Может быть, не из-за этого. Но факт в том, что возникла вот такая вот устойчивая теория, что типа это особняк Симонса, и он здесь проживал. Но, как понимаете, это не так. А потом, к сожалению, это уже в наше новое время, хоть это и считается объектом культурного наследия, особняк этот практически снесли. Сначала снесли там красивую оранжерею, потом его полностью. Но замерили объемы, есть точные чертежи. И вроде как, насколько я знаю, местное руководство предприятия, может быть, Севкабельпорта, планирует восстановить этот особняк и сделать там технический музей. Но было бы очень неплохо, потому что если восстановят, особняк был очень красивый. Ну вот, мы с вами плавно подходим к предприятию Симонс и Гальске. Да, мы сейчас зайдем вот сюда. Но вот это конкретно здание, как вы понимаете, к Симонсам уже имеет опосредованное отношение, потому что построено это уже в советское время. Здесь была когда-то проходная завода, основного завода Севкабель. Сейчас здесь у нас руководство Севкабельпорта и начинаются уже всякие прекрасные заведения, как вот, например, Катушка. Ну, почему Катушка, можете догадаться. А если не догадаетесь, я расскажу. Когда-то именно здесь, в этом пространстве, находилось предприятие Симонс и Гальске. И именно они занимались, так сказать, первой электрификацией Петербурга. Конец 19 века, да и начало 20-го, это газовое освещение на улицах, ну, а в домах что? Естественно, свечи. Что же еще? Ну, всякие там керосиновые лампы, масляные лампы. Ну, и явно не электрические. Первые вот такие шажочки, первый заказ был, это Симонс и Гальске занимались электрификацией Невского проспекта. Газовые все фонари заменили на электрические, поставили 32 фонаря, и каждый светил мощностью в 1200 свечей. В общем, по сравнению с газовым освещением, это просто был супер прорыв и белый день, так сказать, даже ночью. Первый зимний, точнее, рождественский бал в зимнем дворце, когда поставили елки, на них первые электрические лампочки, гирлянды, тоже светили с помощью продукции этого завода. Затем нужно было электрифицировать зимний. Тоже занимались ребята Симонсы. Там было установлено 5000 электрических ламп, причем, чтобы обеспечивать это все, устроили специальную, ну, так называемую электрическую залу. То есть, в отдельной комнате находилось оборудование, и это можно было назвать первой электростанцией в стране, в России, на тот момент. Ну, и так далее. А далее Симонс. Делает очень хитро. Во-первых, он покупает эксклюзивное право на использование ламп Эдисона в России. Далее он поглощает более мелкие производства. Одно из производств Подобедова, тоже занимались этой же отраслью, переезжает в Москву, и там, соответственно, они основали Москабель. Ну, а здесь, в Петербурге, Симонс стал монополистом благодаря вот этому. Именно он, например, в том числе производил это предприятие радиотелеграфы Попова. Ну, и вот, и строят на обводном канале, соответственно, электростанцию, такую мощную, что она обеспечивала в итоге 70% всех жителей города электроэнергии. Вот этот вот комплекс зданий, к которому мы подошли, можешь показать. Вот это вот краснокирпичное здание, вторая половина 19 века, такая промышленная типичная архитектура. Вот здесь находилось заводоуправление Симонс и Гальски, то есть основные офисы, здесь же была котельная. Сейчас вот там вот есть буковки, написано УКТ. Но сейчас УКТ это зал для разнообразных увеселений, типа выставки, ярмарки, всякие музыкальные концерты и другие сборища. А когда-то это был участок кабельной тары. Здесь хранились те самые катушки, на которых наматывался кабель для того, чтобы его хранить и перевозить. Вот сейчас такие катушки мы можем видеть по территории всего СИВ-кабеля. У нас расположены, это можно сказать, и арт-объект, и лавочка, и пофоткаться. Ну, в общем-то, вот на таких вот катушках когда-то транспортировали кабель. Да, в общем, скорее всего, и сейчас также это используют. В общем, здесь был вот этот вот участок для хранения. К вопросу, а сколько же стоило электричество, на заре, так сказать, его зарождения? Чтобы поставить у себя дома, установить оборудование, одну электрическую лампу, нужно было единоразово заплатить 20 рублей. Если условно дореволюционный рубль взять, за тысячу современных рублей мы получаем 20 тысяч рублей. За 20 тысяч что мы можем сейчас делать? Ну, например, купить не самый дорогой, но тем не менее смартфон. Тогда одна лампа. Причем ты еще платишь абонентскую плату. Там на современные, если в пересчете, я тоже прикидывала, где-то 300 рублей в месяц. Если поступал заказ на установку электрического фонаря на улице, то там уже сумма совершенно другая, 450 рублей. Пересчитываем на современные, получаем 500 тысяч. За 500 тысяч мы можем сейчас купить подержанный автомобиль. Ну, то есть можете себе представить, мало того, что в принципе в то время развития науки и техники это столько стоило, ну и Симмонс еще устроил и монополию. И обязательно нужно было установить, конечно же, счетчик, который считал количество часов горения лампы за 125 рублей. Пересчитываем, получаем 125 тысяч. При этом хозяин, вот если я, например, дома у себя хочу установить электрическую лампу, я ее заказываю, оплачиваю и подписываю бумагу, в которой указано, что владелец этой лампы общество электрического освещения, а не я. Ну, был небольшой бонус. Если оборудование выходило из строя, то общество снисходительно, бесплатно могло его починить. Но опять же, если будет доказано, что это не я напортачила и испортила лампу, а действительно она сама вышла из строя. Вот это вот здание краснокирпичное тоже, оно более позднее постройки. Здесь написано НИИ, НИИ, Капитан Очевидность, научно-исследовательский институт. И действительно, производство кабеля, это же как, достаточно наукоемкое производство. Поэтому исследования в этой области всегда были нужны. Например, когда-то кабель производили короткими достаточно участками, потому что, ну, очень много обмотки, использовали свинец, он был тяжелый. Его производить длинными, ну, в общем, очень длинными кусками совершенно было неэффективно. Чем короче кусок, тем понятно, что больше соединений. Где соединения, там риск. Только к середине 20 века, когда уже появились полимеры, эта проблема была решена. Но множество других проблем ученым, в общем-то, нужно было решать. Вот для этого здесь устроили целый институт. Вот представитель фирмы Пирелли итальянской приезжал когда-то сюда на предприятие, и он очень восхитился и удивился вот этому соседству. Он говорил, как классно. У нас, точнее, у вас здесь вот исследование, и тут же рядом производство. Это очень неудобно. У нас, ну, как бы, как это сказать, за бугром. Вот там не так. Фирмы Пирелли, чтобы вы понимали, это ребята, которые производили покрышки для Формулы-1, или, скажем, они занимались электрификацией Миланской Ла-Скала. Вот тут у нас еще стоит одна интересная конструкция. Это такой, можно сказать, арт-объект. Объект современного искусства. Я художник, я так вижу. Однако к искусству это и не имеет никакого отношения. Это называется Тесла, и весит она 20 тонн. Это генератор постоянного тока. Это то, что раньше называли динамомашиной. И вот такую совершенную конструкцию как раз Симонцы и сделали. Ну, можно сравнить развитие этой техники также с компьютерами. Сейчас у нас компьютер помещается в ладошку, а когда-то компьютер занимал несколько квадратных метров величиной с комнату. Ну, вот то же самое. Сейчас генераторы постоянного тока явно не такого объема. Это уже теперь реликт эпохи. Ну, и в контексте тоже научно-исследовательского института я не могу не упомянуть блокаду и время войны. Потому что, когда наступила самая страшная блокадная зима, в Ленинграде не было электричества. А как вы понимаете, чтобы испечь, ну, скажем так, тот же хлеб, нужно две базовые вещи. Вода и электричество. Ну, то есть, даже если его печь не из муки, все равно вот эти два ингредиента понадобятся. А с электричеством была проблема. Точнее, его не было. И когда сооружали дорогу жизни, и для того, чтобы обеспечить ее работу, и чтобы дать Ленинграду электричество, ток, нужно было по дну Финского залива прокладывать кабель. Что было сделано? Во-первых, этот кабель сначала разработали. Как он будет выглядеть, сколько у него будет защитных слоев, чтобы вода не повредила. Затем на баржах в основном женщины этим занимались. В ночное время кабель вручную укладывали на дно. Интересный факт. Для того, чтобы сконструировать вот этот кабель, нужна была бумага. И в Ленинграде в то время бумаги, достаточной в нужном количестве, нужного качества, ее просто не было. Она отсутствовала. Но была другая. Была бумага для производства денег с водяными знаками. И решили использовать ее. Отсюда второе вот такое название этого кабеля для дороги жизни. Кабель с денежкой. Сейчас часть его можно увидеть в нескольких музеях. А вообще впоследствии, после войны, уже его со дна подняли. И часть использовали, проложили под Невским проспектом. Он еще достаточно долго прослужил. Вот там вот у нас детская площадка. Тоже такая отсылка к промышленности. К контейнерам для перевозки. Вообще в Советском Союзе это предприятие, Северный кабельный завод, оно производило, собирали такие коробочки детские. Наборы, по большому счету, делали для детей. От производства кабеля, ну, разной продукции. То есть там и телефонный кабель, и остальные типы. Оставались отходы производства. И, в общем, их собирали и делали такие детские наборы, ну, типа юный техник. И, в общем, рассылали по разным уголкам страны. Вот мы с вами плавно вышли на набережную. Здесь у нас... А, кстати, наборы эти, потом исчезло их уже, ну, скажем так, производство. Потому что технологии поменялись, и, в общем, отходов от производства практически не осталось. Ну, и, в общем-то, не из чего их уже было делать. А вот это вот у нас считается не просто заборчик, а самая длинная в Петербурге барная стойка. Вот. Можно здесь взять какой-нибудь коктейльчик, кофе и смотреть на водную гладь. К вопросу Намыва. Сейчас у нас ведутся споры. Есть активисты, которые выходят против намывных территорий. Особенно это жители Васильевского острова. Ну, по понятным причинам их можно понять, с одной стороны. С другой стороны, чтобы вы понимали, ситуация с Намывом, ну, как бы, возникла с первых дней существования города. И происходило это и по приказу Петра Первого, и не только сейчас. Вот где мы стоим, вот там вот у нас вода. Ну, мы достаточно высоко относительно воды. Дело в том, что здесь территорию намывали еще в начале 18 века. И она сейчас относительно, ну, той высоты, которой она была. Ну, в общем, мы на 4 метра выше, чем когда-то. Использовали для этого деревянные сваи, фашины, то есть связки, пучки, прутиков. И глину, и песок, и щебень, и потом впоследствии там проволоку, арматуру. Ну, в общем, это достаточно известная в Питере, известная и понятная, ну, скажем так, технология, от которой никуда не деться. Кстати, опять же, к вопросу прокладки различных каналов. Одни каналы появлялись, другие исчезали. Например, был Шкиперский проток. Сейчас на том месте улица с одноименным названием. Или, скажем, в результате этих процессов возникали буяны. Что такое буян? Это остров-склад. То есть это отдельный остров. Причем раньше для хранения, опять-таки к вопросу хранения, да, были они обычно по типам. Например, винный или пеньковый, или мучной. И вот у Пушкина, все же вы помните, что мимо острова Буянов царство славного Салтана. Так вот, если перевести на наш современный язык, то нужно говорить мимо острова Склада. Ну, а здесь у нас Маркизова лужа. Кстати, очень здесь мелко. Западный скоростной диаметр с прекрасным вантовым мостом, который решил проблему соединения Васильевского острова с Большой землей в ночное время. Вот раньше были даже анекдоты на эту тему. А теперь у нас, пожалуйста, есть этот замечательный мост, красивый, который соединяет. И здесь, вот если посмотреть, а мы с вами посмотрим, не правда ли? Мы видим три острова. Ну как, это все тоже такая промышленная застройка. Вот там вот у нас Белый остров. Почему он Белый? Потому что когда-то там был пляж с таким белым-белым песком. Дальше у нас идет Кананерский остров. Кананерский, потому что там стояла батарея, а изначально у него от финского назывался Кисса-Саари, кошачий остров. И Гутуевский остров, тоже вот он чуть-чуть дальше находится. Там от финского он назывался как-то Лозовой остров или Кустарниковый, вот в таком формате. И если развернуться и посмотреть сюда, то виден купол церкви. Ну, не знаю, покажет ли это Гоупроха, но я попробую вам подставить картинку. Также Багаяльинская церковь на Гутуевском острове. Эта церковь была построена в честь счастливого избавления цесаревича Николая, того самого будущего Николая II. Он в своей поездке в Японию был и в городе Оцу. Был ранен, ну как, на него там напал, как считается, сумасшедший городовой. И ударил его саблей по голове. Но, к счастью, цесаревич был в шлеме, поэтому только... В общем, в результате делался легким испугом этот шлем с вмятиной от сабли. Можно видеть сейчас в Эрмитаже. Вот, ну и в то время было очень модно строить церкви, разные храмы в честь, так сказать, счастливого избавления кого-нибудь от чего-нибудь. Ну и вот Богоявленскую церковь построили именно в честь избавления цесаревича от гибели. А в советское время позже там был и склад, и овощебаза, и какое-то производство, естественно, морг. Ну, как и во многих церквях. Только повезло этому храму, в отличие от многих других, что его не снесли. Ну, и вот тут у нас теперь прекрасная набережная Севкабельпорта непосредственно. Когда-то здесь, в общем-то, это была тоже промышленная территория, территория завода. Почему, в общем-то, Севкабельпорт здесь возник? Когда, казалось бы, здесь-то предприятие, вот этот цех, это основной объем, да, то же там, сейчас мы туда зайдем, построен был уже в позднее советское время, ну, как позднее, 79-й год. Производился, кстати, подводный кабель, а вот это вот парящая конструкция с ногой. Здесь сейчас руководство Севкабельпорта хотят сделать, ну, я надеюсь, и сделают смотровую площадку. Ну, а когда-то это была совершенно утилитарная конструкция, терминал. Туда, ну, чьи внутри катились катушки с кабелем, спускались, грузились на баржу и дальше покупателям. Предприятие за свою историю переживало много разных, как и любое другое предприятие, много разных событий, хороших и не очень, и вот в последние годы оно достаточно активно продолжает делать интересную продукцию. Ну, например, Севкабель производил кабельную продукцию для устройства олимпийских объектов в Сочи в 2014 году. Или известная наша башня Лахта-центра, она тоже оснащена специальным кабелем, причем снаружи специальный кабель, который подстраивается под температуру окружающей среды и как-то там реагирует. Ну, то есть, весьма интересно. Ну, и так далее. То есть, например, та же компания «Газпром» тоже закупает, ну, или, по крайней мере, до недавнего времени закупала продукцию этого завода. Но не так давно у них были проблемы, естественно, как и у многих других, кризис никто не отменял, и они приняли решение об уплотнении. Вот этот цех и вообще вот эта часть кожевиной линии, на которой мы находимся с этой стороны, она была, ну, в общем, они здесь освободили все свое пространство. Здесь сейчас, кстати, вот маркет, ну, с той стороны видно, сейчас там несколько всяких лоточков стоит. А вот недавно я тут была с экскурсией для ребят старшего школьного возраста. Здесь было все это пространство заполнено прямо вот под какое-то мероприятие различными производителями съедобных и несъедобных штук. На втором этаже там и спектакли проводятся, и концертные мероприятия, и тоже музейная часть. Ну, это о теперешнем. Ну, в общем, когда Сивкабель стал испытывать вот уже в новейшее время проблемы, они решили уплотниться. И все свое производство они перенесли на ту сторону кожевиной линии, а эту освободили. И долго велись всякие там споры, споры, не споры. Ну, короче говоря, решение нужно было найти, что же делать здесь, на этой части. И было несколько проектов, начиная, допустим, от того, чтобы все тут снести, продать или еще что-то. Но в итоге нашли решение сделать здесь вот такое общественное пространство с едой, с разнообразными увеселениями. И я думаю, что это, пожалуй, хорошо. Теперь здесь вот одно из таких популярных мест в городе для отдыха и классного времяпрепровождения. Вот, отыскала для вас мемориальную досочку о том, что здесь присуждается премия Алии организации городов бла-бла-бла за сохранение культурного наследия, за приспособление памятников промышленной архитектуры под общественные пространства. Вот так вот. То есть здесь, мало того, что вот это вот здание, которое еще Симонса помнит, так еще теперь это все сохраняется, и это не зря. Ну что ж, на сегодня у меня все. С вами была Ира Гиттшляпе. Будет еще много интересных историй. Если хотите индивидуальную экскурсию со мной, можете написать. Мои контакты находятся в описании к этому видео. Всем спасибо. Всем пока.